Всем привет! Сегодня мне пришла посылка со звукоснимателем Nalbantov N7-600. Я хочу вам немного о нем рассказать и сделать сравнение со своим звукоснимателем Pasaana MK2-1. Оба звукоснимателя предназначены для кларнетов, саксофонов, флейт и подобных инструментов. Это пьезозвукосниматели, которые устанавливаются непосредственно в корпус вашего инструмента. В случае кларнета это бочонок. В нем сверлится вот такое вот отверстие, нарезается резьба и звукосниматель в него заворачивается. На этом это, пожалуй, самый большой их минус, а плюсов у них гораздо больше. У них практически отсутствует акустическая обратная связь, они не заводятся ни в каких условиях. Не слышны звука клапанов. Звук очень-очень сухой, практически как из студии, все время приходится добавлять к нему реверберацию. И самое главное, все ноты звучат отчетливо и одинаково громко. Нижний регистр, верхний регистр, никакой разницы. Давайте посмотрим, что же у нас есть в посылке. В стандартной поставке звукосниматель идет вот в такой вот коробочке. Он тут один, никаких дополнительных аксессуаров. Производитель предлагает отдельно купить кабель, это мини-джек-джек. На самом деле его довольно сложно найти в России, рекомендую заказать. И также можно купить набор для установки. Это сверло и метчик для нарезания резьбы в бочонке. Бочонок не обязательно портить свой оригинальный от вашего кларнета. Можно купить на ebay за 5 долларов другой бочонок и просверлить отверстие в нем, что я, собственно, и сделал. Звукосниматель устанавливается очень легко. Вы его туда просто заворачиваете. И вот получается вот такая конструкция. Налбантов довольно легкий по сравнению с Пассаной. Пассана тяжелее. Он сделан из алюминия, Пассана из стали. Размер у них практически одинаковый. Вид тоже. Единственная разница, что у Пассана есть регулятор громкости, а у Налбантова нет. Но у Налбантова появилась следующая модель, в которой этот регулятор громкости есть. Что ж, давайте послушаем, как они звучат. Продолжение следует... Вот мы послушали, как они звучат. Налбантов меня приятно удивил. Звук у него чистый, открытый, приближен к акустическому звучанию инструмента. У Пассаны звук более зажатый. Немного напоминает звук со старой пластинки. Тем не менее, для концертной работы очень даже подходит. На этом все. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Пишите, что бы вы еще хотели посмотреть, послушать. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok